Моя родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Ну а что тут у нас, ребята, в рюкзаках? Вернее, в этом ведре. Это я сейчас собирал, вот это ведро. Это пойдет на семена. Я вот закончил разговор. Пусть он начался даже в одном из фильмов до вебинара, продолжился на вебинаре. А сейчас я его в третий раз говорю. Итак, мой друг, товарищ, можно сказать, единомышленник, Песоцкий Александр Николаевич, влюблен в эту грушу. Вот она, сварок, гибрид уссурийской и французского, я не могу запомнить это название, но, скажем, шикарной груши. Получился сорт, который в молодости, в жаркие года дает очень даже приличного вкуса груши. Ее можно двигать почти до полярного круга. А потом я еще ересь сказал, спорю с ним. А еще бы надо бы на юг. Почему? Потому что там их с качества... Там сахара даже будет больше. Согласны? Для тепли этого сахара больше. И тогда мы с ним поделили условно, с его подачи, кстати, я проникся тоже, с его подачи. Сибирь для уссурийских груш, вот по двое это уссурийские груши, уссурийские, уссурийские, вот они уссурийские, все по двое уссурийские. А в Европе, песоцкий житель Дешкаралы, в Европе он считает, должна быть шварог. Моностойкости будет достаточно у шварога. Семечки ссадим, а потом на них приварим сладкие груши. Вот. Мы не стали спорить, добивать друг друга. Мы согласились. Значит, берем и те, и те, садим те, и те, что лучше полезет из земли, что перезимует, вот, что примет почва, природа, влажность, это самое, и многие-многие другие качества, что примет, то пусть будет по двойме. И вам того же желаю. Поэтому я взял, вот, и, я взял и собрал уже, это где-то, пятое ведро, нет, шестое ведро. На дереве осталось немного, ведер 20-30. Вот, здесь не рекордно уже. И отсюда будут выковырены семечки. Почему? Песоцкий, зная, что делает, заказал 200 семечек. Вот. Надеюсь, он не последний. Или мы переходим на подвои, на уссурийские груши. Или вот эти груши, в данном случае сварог. Или в России садов не будет. Вот. Как дурят людей? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Вот так их дурят. Вы знаете, вот эта форма, я возвращаюсь к Смоленской крупной. Вот эта форма. Вы ее можете обнаружить на настоящих сайтах. Есть сайты, у которых есть настоящие груши. Вот. Вот такие вот. И вы, видя фотографию эту, просто заранее отказывайтесь брать, хотя бы на всякий случай. Хотя бы. Чтобы не повторить. Ну, представляете, каждый год вот эта вот. Каждый год я ее ругаю, проклинаю. Всем убеждаю. Не берите. Вот смотрите. Вот она ее. Смотрите, сколько ее еще. Погадать. Можно вот эту резку взять, отпилить и дать простор соседям. Вот. Я каждый раз обещаю, что это сделаю. Потом забываю. Потом бывает настроения нет. Каждый год она дает. И вдруг приезжают буквально три дня назад с этого самого, с Железногорска, это Северная Красноярска. А я не уследил. Я потом их поводил. Я потом их, ну, шесть книг купили, это же не шутка. Я стал богаче на 9 тысяч. Вот. Шесть моих книг. Я им ведерко яблок отборных, я им ведерко груш отборных. А вот это что? Не дай бог, если бы они попробовали. Я был бы опозорен на всю жизнь. Вот. Вот такие дела. Сейчас тут рядом. Ну, напоследок еще покажу. Там осталась парочка, троечка. Вот. Это уникальный сорт. Я его отношу в первую пятерку. Запоминайте первую пятерку. Там пятерки нет, даже нарядная Фимова. Да. Хотя это мировый лидер. Мы заврались. Мы себе нечто лучшее имеем. Вот. Это осень Яковлев сладчайший. Нарядная. Нет. Лесная Красавица сладчайшая. Так. Два. Гигант Подмосковья сладчайшая. Три. Память Яковлева четыре. Это высшая лига. Вот. Или суперлига. И пятая сейчас покажу. Если там без меня не ободрали. Вот так. Это мы яблони сегодня не разглядываем. Смотрим. Вот она груша. Так. Он уже падает. Мало того, что упал, ее уже едят. Значит, это не наше. Я никогда вот такие не трогаю изуважения. Дело в том, что если вы приглядитесь, вы видите, сколько там муравьев. Видели? Вон они, точечки. Это муравьи. Это их еда. Это благодарность за их труд муравьи, которых обвинили в преступлениях, которых возбудили у миллионов людей ненавистью. Продолжение следует.